уважаемые подписчики и все те кто впервые зашел на мой канал сегодня снимаю продолжение вторую часть видео о посылке которую недавно получила в первой части я рассказала о детской норвежской омеги от carlson labs одного из самых лучших брендов на айхэр о женской омеги уже комплексе омег для женщин которая помогает реализовать женщинам свой потенциал о витаминах dc а также о комплексе витаминов и минералов от домашнего бренда и herb иммун 4 для поддержки иммунитета сейчас в этой части видео я хочу продолжить свой рассказ и начать хочу его с кверцетина о кверцетине я уже рассказывала но сейчас хочу дополнить свой рассказ и коротко напомню что в данной добавки кверцетина от мрм nutrition находится 60 вегетарианских капсул и стоимость его к сожалению увеличилась сейчас она составляет 11,99 доллара за 60 вегетарианских капсул к сожалению видимо много его берут люди стали писать отзывы хорошие айхэр видит хорошие отзывы и повышает цену на добавке написано иммун хелс то есть это средство не только для аллергии но и для иммунитета в каждой капсуле содержится по 500 миллиграммов кверцетина кью у 995 данная добавка может поддержать здоровье простаты и почек это первое и так сказать основное и он поддерживает здоровье иммунной системы о чем здесь и написано принимать нужно по одной капсуле в день независимо от приема пищи но я предпочитаю принимать между приемами пищи или же принимать за полчаса до приема пищи кверцетин имеет онкопротекторный эффект за счет снижения повреждающий воздействия кислородных радикалов на генетический аппарат при днильтельном приеме кверцетин предупреждает обострение хронических заболеваний и возникновения о рвии способствуя активации иммунной системы также он может проявлять выраженный антистрессовый эффект способствовать расслаблению гладкой мастикулатуры бронхов чем способствует хорошему освобождению бронхов от слизи например при хронических заболеваниях бронхов кроме того прием тверцетина повышает устойчивость капилляров к повреждающему действию гиперглипемии и повышает таким образом чувствительность ткани к инсулину у больных с сахарным диабетом или же у людей которая страдает инсулино-резистентностью также у него много и других полезных качеств рано заживляющий эффект при парадонтозе эрозивно-язвенных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости и верхних отделов пищеварительного тракта гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей вызванных приемом нестероидных противовоспалительных средств кому приходится их принимать постоянно влияет на процессы костной ткани тверцетин бывает полезен для заболеваний сердечно-сосудистой системы в составе терапии ишемической болезни сердца при нестабильной стенокардии в острой фазе инфаркта миокстарда может вводиться внутривенно при атосклерозе гипертонической болезни и при тромбофлебите при нарушении проницаемости сосудов и периферического кровообращения так как влияет на бронхи значит можно лечить с его помощью заболевания органов дыхания в том числе пневмонии хронических обструктивных заболеваний легких бронхиальную астму также заболевание желудочно-кишечного тракта можно лечить при помощи кверцетина имеется в виду длительные кишечные дисфункции не установленной причины вот непонятно кишечная дисфункция определить не могут помочь тоже надо попробовать принимать кверцетин также эрозивных и атрофических гастритов тоже можно применять кверцетин при язвенной болезни желудка и двенадцатипертной кишки при эндокринных заболеваниях таких которые обусловлены нарушением функции желез внутренней секреции при заболеваниях поджелудочной железы щитовидной железы гипофиза надпочечников половых желез при нарушении обмена веществ при заболеваниях органов зрения таких как катаракта ретинальное кровотечение прогрессирующая миопия то есть близорукость и последнее при повышенной проницаемости и ломкости капилляров гипертонической болезни атеросклерозе риуматизме гипотологических инфекционных и других заболеваниях которые повреждают капилляры и люди вынуждены лечиться антикоагулянтами но здесь принимается как вспомогательное профилактическое средство при сосудистых осложнениях атеросклероза средства на основе тверцитина могут использоваться с целью профилактики онкологических заболеваний после операционных осложнений при воздействии стрессовых фаторов как компонент комплексной терапии пациентов получающих или получавших лучевую терапию и радиохирургическое лечение по поводу злокачественных новообразований кверцитин также содержится в луковой и чесночной шелухи зеленом чае каперсах любистки красном луке красном винограде цитрусовых томатах капусте брокколи гречневой крупе малине голубики и других ягодах вот такая информация о кверцитине очень полезен он является биофлавоноидом является веществом которое помогает при очень и очень многих болезнях а также я приобрела вот такую чернику на сайте пишут голубика но это черника в принципе и нарисована как вы видите черника стоимость ее невысокая 8,42 доллара специально называют цены в долларах для того чтобы каждый кто меня смотрит как украина так и россия так и белоруссия таких казахстан могли приблизительно прикинуть свои цены за 90 мягких таблеток голубики в каждой таблетке по 500 миллиграммов это концентрат 36 к 1 достаточно концентрированный экстракт и его рекомендовала врач как эффективное средство врач рекомендации которые я озвучиваю на своем сайте содержит данная добавка в одной мягкой таблетки 12,5 миллиграммов антоцианов это антиоксидантная защита для всего организма экстракт стандартизированный то есть имеет лечебную концентрацию в одной мягкой таблетки непроизвольно набросали туда то что влезло в таблетку а стандартизированная добавка действующее вещество нужной лечебной концентрации источник полезного антиоксиданта под названием антоциан кроме того он чистый никакой радиации как у нас ягоды черники должны проверять на радиацию но никто их не проверяет а там радиации бывает и значительно большое количество принимать нужно по одной таблетке но от одного трех раз в день или же по рекомендациям нутрициолога и своего лечащего врача если таковой врач разбирается в добавках потому что к сожалению многие врачи не разбираются и не хотят себя утруждать считают это так сказать не стоящим внимания и напрасно все таки и следующая добавка которую я приобрела это эллизин эллизин принимается для борьбы с герпес вирусными заболеваниями здесь эллизин в пудре то есть это экономически выгодная добавка в в капсулах здесь содержится значительно меньше действующие вещества и он очень полезен при заболеваниям различными вирусами и в частности герпес вирусами моя дочь часто берет такие добавки монолаурин лизин для профилактики обострения своего эпштейн бар вируса к сожалению он ее обостряется периодически когда приходится нервничать когда приходится не досыпать и так сказать выходит наружу герпес вирусная инфекция то есть герпес четвертого типа это очень нехороший герпес это первый второй это еще цветочки а дальше пошли ягодки к сожалению здесь 100 граммов в этой упаковке и стоимость ее 4,14 доллара за упаковку принимать нужно следующим образом по пол чайной ложки всего находится здесь 60 порций в одной порции 1,28 грамма лизина соком или водой можно даже повысить дозу до пол чайной ложки и также принимать параллельно и монолаурин тогда эффект будет будет более серьезный более подробно я снимала видео о этой добавки и более подробной информации есть видео ссылочку на которое я постараюсь оставить в правом верхнем углу данного видео и там также более подробно о возможностях этой добавки на этом буду заканчивать свое видео остальные добавки я уже все комментировала если видео было вам интересным подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик для того чтобы вовремя получать сообщение о выходе новых видео и пожалуйста используйте реферальный код ахвай 0142 до свидания будьте здоровы